Так вот о предварительных заплывах. Ну понятно, что здесь на 1500 метровке никаких полуфиналов нет. Но за бортом восьмерки лучших остались. Бывший чемпион мира, король Мельбурна 2007 года Матеуш Савримович, Польша. А Кикоис, очень сильный европейский пловец из Нидерландов. Себастьян Ролд, француз. Джин Дай из Китая, Мац Гластнер, Асама Милу Ли. Вот эти все люди, которые могли бы украсить финал, однако туда не попали. Итак, кто же выступает здесь в решающем заплыве? Сэмюэль Бизетти, сборная команда Италии. По восьмой дорожке, по первой. Йоксуки Миамото, Япония. Молодой человек, кстати, ему 20 лет. И это красная гордость Фарерских островов. Бал Йонсон. Но пока еще половинка от Йонсона. Если сегодня постарается с Умьяном сразиться, будет целым Йонсоном. Райан Кокрейн. Серебряный призер прошлого чемпионата в этом виде. Здесь тоже, кстати, вторым был, вспомните. Четля Турет. Сборная в США. Петер Вандер Кай. Дукратный олимпийский чемпион. Хороший эстафетчик. Здесь тоже взял свое. Стал один раз лучшим. Диердик Кис из сборной команды в Венгрии. Пятая дорожка. И сейчас представят Сумьяна. Что творится на трибунах. Молодой еще человек. Ему 19 лет. Звездочка взошла в Риме в 2009-м, когда в этом виде программы спортсмен из Китая финишировал третьим. Призер и победитель многократных азиатских игр. Любопытно, что до этого чемпионата лучшие показатели мирового рейтинга у него были от 200 метров до полутора километров. Но на 200 метровке он все-таки не выступал. Попытался выиграть дистанцию 400 метров. И стал вторым. Проиграв Парфтай Хвану. Но победив Бидермана. Победив, кстати, Вандеркая и Кокрейна. Вандеркая был четвертым. Кокрейн в Тианьель приплыл. Ну а дальше на неолимпийской дистанции. Но, тем не менее, почетнейший и труднейший. На дистанции 800 метров кролем Суньян первенствовал. Опередив Райана Кокрейна. И венгер Кис, молодец, стал третьим призером. И все они в финале. Вандеркай, Чедля Туретт плыли. Финишировались седьмым и шестым, соответственно. Конечно, мы говорим про 1500 метровку. И первый наш пловец, который сразу приходит на ум, это Владимир Сальников. Двукратный олимпийский чемпион в этом виде программы. С интервалом 8 лет. В 1984 году из-за бойкота Сальников был лишен возможности бороться за победу. Хотя результат на дружбе был лучше, чем у Майкла О'Брайана, который проплыл и стал олимпийским чемпионом в Лос-Анджелесе. Ну и понятно, что Сальников в этом виде программы в 78-м и 82-м был чемпионом мира. Ну и призеры наши, конечно. Семенов за Сальниковым тогда в 82-м финишировал. Был бронзовым призером в Фукуоке. Алексей Филиппец, кстати, на олимпиаде, оставшийся четвертым. Ну и также второе место в 2007-м у Юры Прилукова. Тоже один из величайших неудачников в истории мирового плавания. Благодарный чемпион мира и Европы на олимпиадах. Как и Филиппец был четвертым, причем два раза. Ну а сейчас у нас уже стайра нет. Сережа Большаков пробует плавать 1500-метровку. Стал третьим наш марафонец на олимпийской дистанции 10 километров. Но совмещать практически невозможно. Мировой рекорд в этом виде принадлежит Гранту Хакету. Он четырежды побеждал на чемпионатах мира. Берт Фукуоке, Барселона, Монреаль. До этого выигрывал олимпийские медали дважды и один раз чемпионат мира. Киран Перкинс, предтеча, если можно так выразиться. Гранта Хакета в сборной команде Австралии. Какие иллюзии. Грант Хакет 14-34-56. Сверхкосмическое время, которое было показано еще до вот этой эпохи гидрокостюмов. Фукуоке победил Хакет 14-34-56. Это просто потрясающий результат. Результат. Я думаю, что его еще на самом деле побьют не очень скоро. Хотя Суньян может. Но для этого еще поработать надо. Правда, спрашивают Дмитрия Волкова. Ну, Дмитрий все-таки говорит, что уступает одну секунду. Ну, посмотрим. Все будут только рады, если побьет результат Гранта Хакета. Я ставлю на то, что не догонит. Но великим знать лучше. Надо сказать, что в этом году 14-42. Справедливости ради время Суньяна было. То есть это похуже на 6 секунд. Да, действительно. 14-35-43. Вот уже проигрыш начинает. 3-56. Суньян первый. Кок Райан и Пол Йонсон. Пол Йонсон по седьмой дорожке. 20-летний спортсмен. Приседель Форесских островов. Призер чемпионата Европы 10-го года в этом виде программы. И хочу сказать о том, что он практически национальный герой. Что касается непопавшего в финал Матеуша Савримовича из сборной Польши. Поляки выступают сверхскромно. Одно серебро попало только на этом турнире. Сейчас даже не буду проверять. После выигранного золотом Мельбурна потом спарт начался у спортсмена. Действующий европейский чемпион Себастьен Ролд из сборной команды Франции не попал в финал. Йонсон и Пизетти здесь плывут. Вот это очень интересно. Ну и Кок Райан был вторым вместе с Уньяном за Милуули. Милуули действующий чемпион мира в этом виде программы. На этом первенстве. То ли может быть уже состарился великий чемпион. Но хотя я думаю, что на Олимпиаде мы Милуули увидим уже совсем другим. Так бывает. И возрастные спортсмены зачастую воленс-неволенс приносят в жертву предолимпийские чемпионаты. Это касается циклических видов спорта. В стаирских особенно дисциплинах. Тут можно говорить и про греблю, и про лыжи. Ну и про плавание тоже. Суньян. 450 метров. 58 сотых секунды. Канадец очень настырный. 22 года Райну Кохрейну. В этом виде программы. На Олимпийских играх. Кохрейн стал третьим. Четвертым был Прилуков. Проиграв совсем-совсем чуть-чуть. Полсекунды. Не видим Дэвида Дэвиса из сборной Великобритании. Кстати, Хакет был тогда за Милуули вторым. Не получилось снова стать первым Гранту Хакету. Динамика результатов очень интересная, кстати. Сальников, как вы знаете, первый на планете из 15 минут выпал на этой труднейшей дистанции. Вот в 73-м году холод из Австралии. 15-31 результат. Сальников чемпионат мира выиграл 15-03, 15-01. 78-82. Потом спортсмены с ФРГ Хенкель 15-03. Дальше все плавали из 15-ти уже. Перкинс 14-50. Но динамика результатов не очень-то сильно росла на чемпионатах мира Милуули. И Нут Хакет в лучшее время 14-34-56. Вот тот самый рекорд мира в 2001 году. Затем из 40-ка не выплывали. И только 14-37-28 Милуули два года назад в Риме. Преимущество китайца становится все более ощутимым. Почти корпус. Но молочи на Кокрэн. Сейчас три спортсмена у нас так плотненько работают на пути к медалям, так скажем. Потому что все остальные отстают. Но тем не менее. Мы видим, что островитянин Йонсон сейчас старается. Но как-то держаться вот в этой группе на третьей позиции. Почти три секунды уступает. Четвертым плывет Четля Турет. По шестой дорожке. Кис по пятой. Пятым. Вандер Кай по третьей. По шестое место. Пиццетни седьмой и восьмой. Японский спортсмен Миямота по первой дорожке. И причем японец уже безнадежно много проигрывает. Но, кстати, многовато уступает и Пиццетти. Половина дистанции. Сейчас будет пройдено скоро. Суньян три секунды от мирового рекорда. Китайцы пока спокойно реагируют на происходящее. И, видимо, конечно, связано это с тем, что они аккумулируют свою энергию для того, чтобы начать ее выплескивать, когда останется несколько десятков метров до финиша, что китайские зрители показывали неоднократно. Все, видите, тут таблички. 15 бассейнов еще, чтобы все было спортсменам видно, чтобы не ошибиться. Ну и понятно, когда уже остается заключительный 100 метров звенят колокольчиком. Цепляется Кокрэйн. Райан на Олимпийских играх плыл и стал третьим на 1500 метровке. Также старался попасть в финал, но не получилось на 400 метровке. Ну а здесь обладатель серебра, согласитесь, это уровень. Но по сантиметрику, по сантиметрику уходит вперед Суньян. Китайская надежда. Это действительно мощнейшая сила. Посмотрим, что он будет плыть на Олимпийских играх. Но думается, что 400 и 1500 однозначно. Очень не уверены специалисты насчет 200 метровки. Хотя он блестяще ее в этом сезоне плавал. Но отдал на съедение другим, для того, чтобы подготовиться к стайрским дисциплинам. Корпус с лишним. Просветом, что называется. Выигрывает Суньян. Суньян Уральна Хокрайна. В свою очередь, только-только делает поворот Пол Йонсон. Поборется он за медаль. Во всяком случае, предпосылки есть для этого. Но там, чуть впереди Венгер по пятой дорожке. И за ним Четля Турет. Неоднократный призер международных соревнований. Американский спортсмен. Ему 22 года. Он из Калифорнии. И надо отметить, что потенциал очень серьезный у Ле Туретта. Вандер Кай плавает давно. Отличный эстопенчик. Двукратный олимпийский чемпион. Здесь выиграл золото Питер Вандер Кай. Но пока на дистанции 1500 метров он выглядит не блестяще. Уже проигрывает и проигрывает очень много. Вот сейчас любопытно. Возьмется ли кто-то сказать, что китаец не выиграет. Явно-явно идет к победе. Держится на второй позиции канадец. А вот дальше все-таки, опять же по сантиметру, но стараются, во-первых, плыть вместе венгер и американец Туретт. И Йонсона они не отпускают все же. Хотя преимущество еще есть. И оно довольно солидное у спортсмена из Сваровских островов. И вот начинают, начинают потихонечку китайцы уже поддерживать совсем по-другому Суньяна. Посмотрим, какое преимущество он имеет относительно Кокрайна. И здесь 4.36. Потрясающий вид. Несмотря на то, что большинство, конечно, все... Большинство из любителей плавания, равно как и любители других физических видов спорта, относятся к спринту трепетно и любят спринт. Но согласитесь, когда мы говорим о лыжах ли, или, скажем, о плавании, о легкой атлетике, вот эти марафонские дистанции – это своя особая соль. С сахаром здесь по понятным причинам и не пахнет. Все эти спортсмены – большие труженики. Большие труженики. То, что сейчас мы видим – это плод невероятной совершенно работы в бассейне. Тысячи и тысячи пройденных километров. И отрадно то, что молодежь сейчас блестяще выступает. Тоже Суньян. Ему всего 19 лет. 20 ему в декабре будет. Плывет уверенно по своей знакомой раскладке. Так, и вот у нас, я все-таки надеюсь, на борьбу в плане бронзовой медали. Может быть, они попытаются втроем еще как-то достать и канаться. Потому что падает преимущество спортсмена из... Борэрского спортсмена. Борэрских островов. Ну вот сейчас Дмитрий Волков, главный редактор журнала «Плавание», и многократный европейский чемпион, призер Олимпийских игр. Отметил, что этот пронос спортсмена и техника Суньянович похож на технику нашего блестящего олимпийца, трехкратного олимпийского чемпиона Евгения Садова. Ну, вообще, китайцы, кстати говоря, славятся тем, что в плане научных каких-то разработок и своей подготовки они не просто не стесняются, они считают обязательным с точки зрения техники обучения, и просмотр лучших людей мирового плавания. Я думаю, что это касается не только Евгения Садова, но, безусловно, и Александра Попова, и того же Владимира Сальникова. То, что в свое время китайцы, когда мощнейшую научно-исследовательскую базу готовили, взяли многое у советского спорта, советских внеивков, Гацаливка института имени Лесговта, и, понятное дело, восточно-германских институтов. А сейчас, вооружившись этими наработками, нашими ли, в основном нашими, понятно, они бьют весь мир, и не только нас, естественно. И так уже скоро финиш, уважаемые друзья. 50 метров практически остается. 9. Секундное преимущество уже относительно тех, кто старается быть в тройке сильнейшим. Потрясающе плывет китайский спортсмен. Борьба развернулась, между прочим, между кисом и сборной команды Венгрии. Он бронзовый призер на 800-метровке. Очень молодец. Четля Турет отстал, а Венгер у представителей Фарерских островов выигрывает уже едва ли не корпус. И вот-вот как возбудились трибуны. Еще бы. Финиш. Суньян. Впервые в истории китайского спорта выиграет эту многотрудную дистанцию. 1500 метров. Олимпийский вид. И за год до Олимпиады безусловный фаворит Лондона. Грядущего Лондона 2012. Суньян. Бесноются трибуны. Но как ускорился сейчас Йонсон. Он старается не отстать вскоре за бронзовую медаль. И больше того, они даже Кокрайда догоняют. И посмотрите, все-таки насколько быстро плывет Суньян. Неужели это рекорд мира? Невероятно что-то. Последние 100 метров преодолел здорово. Волков прав в руку Дима. Это невероятный результат. Это космос. Это вселенная. Побить рекорд Гранта Хакета. 14-34-56. Сейчас 14-34-14. Мировой рекорд второй на этом турнире. Бог ты мой. Он посрамил меня. Он посрамил очень-очень многих. Потому что мало кто в это верил, уважаемые друзья. И мы сегодня это обсуждали до старта с коллегами. Зарубежными журналистами. Отдавали победу Суньяну. Но видел чудеса. Но такого, да, феноменально совершенно. Аккумулировал всю энергию. Для того, чтобы именно на последних отрезках. Потому что казалось, мировой рекорд уходит. И уже много проигрывал он результату. Но впечатляющий видишь. И впечатляющий рекорд. И сражение за бронзу выиграл венгер у островитянина. Еще одна бронзовая медаль. Да, но это настоящий герой, конечно. Это национальный герой. Это человек, свои 19 лет побив результат Хакета. Который показал это время 14.3-4.56. Будучи в полном расцвете сил. Еще кто в костюмную эру. И вот сейчас никто даже с использованием гидрокомбинезонов потрясающих. Не мог результат Хакета побить. Приближались. Были рядышком. Облизывались. Но выиграть не могли. Побить не могли. А это сделал китаец. Причем сделал даже на удивление легко. Но за этой легкостью еще раз я хочу сказать, какой труд. Он плыл именно к рекорду. И, конечно, вот этот финиш совершенно феноменальный. Когда, казалось бы, ну все в порядке. Он выигрывает. И, тем не менее, последние 100 метров были пройдены совершенно в спринтерском темпе. Легкость какая. Посмотрите, какая техника. И мировой рекорд Суньян. Получается, выиграл 42 сотых, да? Почти полсекунды. Второй мировой рекорд. Первый был у Локти. Сейчас Суньян. Райан Кокрэйн. Поздравляем с серебром. Достойнейшее плавание. Венгер третий. Великолепный. Выгрызал свою бронзу. У Пола Йонсена. Кис. Ну или Туретт в андерка. Американцам здесь трудно. Пинцетки, понятное дело. Финал уже здорово. Японец прогнозируемо восьмой.